Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. И сегодня мы будем читать 12 главу этой книги. В ней рассказывается об очищении, которое должна была проходить женщина после родов. После рождения ребенка женщина считалась ритуально нечистой, и мужу в течение какого-то времени запрещалась интимная близость с нею. По окончанию срока ритуальной нечистоты она должна была погрузиться в воды по закону Моисееву, а затем принести жертву всесожжения и грехоочистительную жертву. И совершенно правильно, что многие комментаторы задаются вопросом, а почему рождение ребенка оскверняет женщину? Ведь существует Божья заповедь, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, и как исполнение заповеди может осквернять человека? Вот это не очень понятно. Но прежде всего мы обратим внимание на срок ритуальной нечистоты женщины, и мы прочитаем с первого по второй стих сегодняшней главы. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет семь дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста». Срок ритуальной нечистоты женщины, сообщают нам экзегеты, родившие мальчика, нечистоты, из-за которой мужу запрещено вступать с ней в интимную близость, такой же срок, как и в случае, когда женщина является нечистой, не дой по-еврейски, то есть после месячного выделения крови, когда она должна отсчитать семь чистых дней, прежде чем сможет погрузиться в воды, этот обряд назывался микве, и очистить себя. В последующие 33 дня, когда по закону Божию она считается по-прежнему ритуально нечистой, она не имела права посещать храм и вкушать освященную пищу, есть мясо жертвенных животных. Но в этом случае уже ограничение на интимную жизнь с мужем не осуществлялось. И святитель Иоанн Златоуст пишет, «Если женщина родит, сказано, то она нечиста. Почему, скажи мне, не сам ли Бог создал семя и рождение? Почему же такая жена нечиста? Не имелось ли здесь в виду что-нибудь другое? Что же такое? Через это Бог внедрял в душу целомудрие, отвлекал ее подальше от прелюбодеяния, потому что если рождающая нечиста, то тем более прелюбодействующая. Если прикасаться к своей жене не совсем чисто в определенных ситуациях, то тем более смешиваться с чужой». Вот такое объяснение нам предлагает святитель Иоанн Златоуст. Иными словами, скажем так, запрет на вступление в отношения с женой в определенные периоды, все это имело какое-то педагогическое значение, чтобы приучить людей к целомудрию даже в формате брачной жизни. Таким образом, сам по себе процесс рождения ничего греховного в себе не содержит, потому что это исполнение заповеди Божьей – плодитесь и размножайтесь. А с другой стороны, в Писании прямо сказано, что жена спасается через чудородие. Поэтому в этом есть и некоторая сатирологическая необходимость женщине зачинать, вынашивать и рождать ребенка. Теперь мы посмотрим, что пишет Феодорит Кирский. Он пишет «Должно вникать в намерение закона, ибо часто вместо одного учит он другому. Сие нетрудно видеть и в настоящем случае, ибо если родившая нечиста, то нечиста и чревоносящая. Посему, думаю, что закон повелевает успокоиться родившей, как много потрудившейся, и потерпевшей жестокие муки». Но если бы просто дал такое повеление, то мужья не удерживали бы своего похотения, зная же, что родившая нечиста, бегают общение с ней, чтобы им не сообщилась нечиста. Итак, закон словом «нечистота» угошает пожелания. А вступление в сексуальное отношение с беременной женщиной, которая вынашивает плод, представляет опасность и для самого этого плода, для его гармонического развития. И некоторые древние экзегеты даже высказывали такую мысль, что дети с некой такой гомосексуальной предрасположенностью, они именно существовали в таком формате, когда они были в чреве матери, отцы безудержно вступали в половые отношения с этими беременными своими женами, и это как-то оказало воздействие на плод, и он рождается в некой греховной предрасположенности. Как сказано в «Беззаконие зачатого» «Во грехе родила меня мать моя» имеется в виду, что когда мы что-то нарушаем, это в той или иной степени, если хотите, на каком-то даже генетическом уровне, это передается последующим поколениям, и не надо создавать проблем для своих детей. И когда закон Божий устанавливает, что вот в этот период мы не должны вступать в отношения с нашими женами, то правильно придерживаться этого правила. Хотя мы до конца не понимаем, почему это именно так, потому что это может касаться очень многих каких-то аспектов. И далее мы читаем третий стих. «В восьмой же день обрежется у него, то есть у рожденного младенца, мужского пола, крайняя плоть его». И в тексте Пятикнижия Моисея слово «восьмой» употребляется с определенным артикулем. Это служит основанием для вывода закона о том, что если восьмой день после рождения ребенка, например, приходится на субботу, то можно нарушить субботу ради того, чтобы обязательно именно постараться на восьмой день обрезать этого ребенка. И это не будет считаться нарушением субботы. Обряд обрезания, по-еврейски «брит мила», завет обрезания, это очень важный закон, который касается и христиан. Но в какой мере он касается христиан? В той мере, что в Новом Завете говорится о том, что обрезание преобразовывало в собою крещение. Об этом пишет апостол Павел, послание к Колоссянам, 2 глава, 12 стих, здесь сказано «В нем вы и обрезаны, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Итак, обрезание в христианском понимании — это обрезание Христова, когда мы погружаемся в него, в крещение, потому что происходит сочетование со Христом, который стремился сам исполнять всякую правду. Он был обрезан на восьмой день, потом он принимает крещение у Яна Крестителя, и когда тот его пытался остановить, Христос говорит, надлежит нам исполнить всякую правду. Таким образом, создается очень интересный прецедент. Если в ветхозаветную общину ребенок вступал, причем вступал в завет с Богом, обрезание называется бритмила, завет обрезания, в восьмидневном возрасте, это означает, что мы тоже можем принимать младенцев в общину христианскую, но уже через крещение. И в Евангелии от Луки, 18 глава, 15-16 стих, рассказывается, «Приносили к Нему, то есть ко Христу, и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним, ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». То есть Христос на самом деле даже выговаривает ученикам, что они неправильно поступают, не допуская до Него детей для преподания им благословения. Но почему надо крестить маленьких младенцев? Разве они не безгрешны? Тем более, что сам Христос сказал, «Ибо таковых есть Царствие Божие». На самом деле, все намного сложнее. В 50-м псалме, 7-й стих, мы находим вот эти слова, которые я уже сегодня вспоминал. «Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя». Но это не значит, что родители царя Давида, будущего царя Давида, они были какие-то грешники, которые в беззаконии зачинали, в грехе рождали. Конечно, нет. Имеется в виду нечто другое. Имеется в виду первородный грех, который передается от одного человека к другому, и именно фактом рождения, происхождения от своих родителей, которые в той или иной степени тоже носители этого греха, первородного греха. Так и сказано в Писании, что от одной крови произошел весь род человеческий, то есть от крови Адама, первого человека. И сказано, как в Адаме все умирают, рождаясь от этой крови, так во Христе все оживут. И в книге «Деяния святых апостолов» во второй главе прямо говорится о том, что мы можем и должны крестить наших младенцев. Это вторая глава книга «Деяния» с 37 по 39 стих. Мы читаем. «Услышав это, они, то есть жители Иерусалима, умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им покайтесь». Здесь надо обратить внимание на то, что когда Петр говорит покайтесь, он не говорит покайтесь все. Потому что покаяться могут только те, которые могут говорить. это тоже очень важные условия, которые могут осознавать свою греховность. Это тоже важные условия. Но вот когда Петр говорит о крещении, он говорит несколько иначе. «Докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святаго Духа». Вот здесь понятно, почему креститься должен каждый, потому что каждый под грехом в той или иной степени, и даже младенец, который беззаконний зачат, и во грехе родила его мать. И каждый нуждается в том, чтобы после крещения исполниться благодатью Духа Святаго. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святаго Духа. А далее сказано, «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». Здесь прямо сказано, что обетование о снисхождении Духа Святаго, что происходит после крещения, оно дано не только взрослым, но и детям, включая младенцев. И в Библии неоднократно рассказывается о том, как люди крестились целым домом. Например, в книге «Деянистых апостолов» 16 глава с 31 по 33 стих мы читаем, «Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». Дом, домашние. В те времена это не только родственники, но это и рабы, и их семьи. Дом в то время, здесь речь идет о человеке, который имел достаток, военнослужащий. И, конечно, его дом, его домашние, тут и младенцы, и старики были, люди разного возраста и разного происхождения. Таким образом, те, которые отказываются крестить младенцев под какими-то надуманными, небиблейскими предлогами, они на самом деле поступают легкомысленно и прямо нарушают приказ Христа «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им». Итак, мы прочитали третий стих «Восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его». А теперь посмотрим то, что пишет по этому поводу Блаженный Августин. «Ненапрасно было заповедано обрезывать младенца на восьмой день, если только камнем обрезание совершалось каменным ножом, которым совершается наше обрезание, был Христос». Вот в нашем христианском случае Христос есть краеугольный камень нашего спасения. И Августин продолжает «Ведь людей обрезывали каменными ножами». Он делает ссылку на книгу «Новина» 5.2, на «Исход» 4.25. «А камнем был Христос», так сказано, 1 Коринфянам 10.4. Почему же на восьмой день? Потому что в седмице первый день недели тот же самый, что и восьмой. после окончания семи дней возвращаются к первому, что имеется в виду. Ветхозаветная седмица была семь дней, которые заканчивались субботой. А указание, что обрезывает на восьмой день, указывает на некий день, который выходит за пределы ветхозаветной седмицы. Кстати, артикуль, который там стоит, он может и на это указывать. А это день воскресный, который в старом еврейском прочтении седмицы был первый день недели. То есть день, в который Бог сотворил небо и землю. То есть все творение начинается заново. А жизнь христианина начинается по-настоящему заново, когда он крестится. Его крестят в воде. И Дух Святой запечатлевается на его сердце, как и пристворение мира. Дух Божий носился над водами. И Августин пишет, седьмой день закончен, Господь погребен, возвращаются к первому, Господь воскрес, воскресение Господа, пообещала нам вечный день и осветила для нас день Господен. Называясь Господним днем, он имеет непосредственное отношение к Господу, ибо в этот день Господь воскрес, камень возвращен, пусть будут обрезаны те, кто хочет сказать обрезание, это мы. Здесь ссылка на послание к филиппийцам 3.3. Блажен Августин здесь затрагивает тему восьмого дня. Восьмой день уже в христианском понимании это даже не первый день недели. Восьмой день в христианском понимании это день незаходный, день Господен, который наступит как день спасения для всех верующих, когда они воскреснут, и он не прекратится уже никогда. этот день. Так вот, то, что обрезать надо было на восьмой день, а обрезание указывало на крещение, это значит, что тот, кто крещен, он войдет в вечный день, день Господен, и обретет спасение. То есть, это действие крещения имеет огромное значение не только для земной жизни, чтобы здесь уже человеку состояться как христианину, но и для жизни вечной. Поэтому артикуль, который там стоит, он может указывать и на все эти обстоятельства. И далее мы читаем, и 33 дня должна она сидеть, очищаться от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста две недели и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. То есть, получается, что в совокупности после рождения мальчика она, значит, 40 дней пребывает в состоянии очищения, а в совокупности после рождения девочки она 60 дней получается, там больше даже, пребывает в состоянии очищения. А почему в христианской традиции как бы девочки уравнялись с мальчиками? Христианка рождает мальчика или девочку, разницы нет, на 40-й день она идет в храм и читается молитва на ее очищение. Потому что во Христе сказано нет ни мужского, ни женского пола. По отношению ко спасению, то есть спасение одинаково открыто, как для мужчин, так же и для женщин. А в ветхозаветной еврейской традиции устанавливалось все немножко иначе. Когда женщина рождает ребенка, женского пола, период нечистоты и чистые дни в два раза длиннее, чем при рождении мальчика. Слова две недели, как во время ее отделения, видимо, подразумевает, что этот цикл следует рассматривать как удвоенный. Мать должна соблюдать одну неделю нечистоты и 33 чистых дня после рождения сына. Это она делает для себя. Когда у нее рождается дочь, она должна соблюдать два таких периода. Один для себя и один для своей маленькой дочери. И этот дополнительный период занимает место обрезания, которое дается новорожденному мальчику, а девочке не дается. А у нас и мальчики, и девочки, они крестятся, и обряд крещения принципиально не отличается, крестим ли мы младенца мужского пола или младенца женского пола. И далее мы читаем 6 по 8 стих по окончанию дни очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скини собрания к священнику. Он принесет это пред Господом и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившей младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей одного во всесожжение, а другого в жертву за грех и очистит ее священник и она будет чиста. И мы знаем, что когда на сороковой день Дева Мария и Иосиф они пришли в храм, они принесли как раз голубей, потому что они по простоте своей жизни не могли позволить себе именно агнца, поэтому они принесли самые дешевые варианты жертвы, потому что они были простые люди. И что пишет Беда достопочтенный? Господь предписывает законе, чтобы кто может приносили в жертву за сына или за дочь ягненка вместе с горлицей или голубем. А кто не имеет возможности принести ягненка, пусть в таком случае приносит двух горлиц или двух птенцов голубя. Потому Господь, заботясь об общем нашем спасении, стал не не только человеком, хотя был Богом, но также будучи изобильным, соблаговолил стать нищим ради нас, чтобы через свою бедность и человеческую природу даровать нам быть участниками его богатства и божественной природы. Вот что пишет Беда достопочтенный. Мы действительно знаем из новозаветных писаний, что мы обогащаемся нищетою Христа Спасителя. И Беда достопочтенный понимает так, что два голубя в данном случае принесенные в жертву за Бога младенца Иисуса на сороковой день, они указывали на две его природы, он истинный Бог и истинный человек одновременно. С другой стороны, так как такой формат жертвы предполагал, что люди не могут купить что-то более значительное, они простые, Христос рождается в самоуничижении, он рождается не во дворце, а в пещере Вифлеемской, которая была местом для загона скота в зимний период, и жертва за него была самая простая, этим самым он как бы проглашает, что самая великая жертва это он сам, а все остальное оно не настолько совершенное, не настолько значимо, как апостол Павел пишет, что жертвы агнцев, тельцов, козлов, никого не довели до совершенства. Это были тени будущих благ, а исполнение всего закона только во Христе и только со Христом. КОНЕЦ